всем здравствуйте вот так вот бодро и весело хочется начать новую рабочую неделю сегодня 25 декабря понедельник с вами новый день продолжай с меня вот так бодро хочется начать сам вздыхает привздыхает сидит спать хочется всем здравствуйте наша страна и все страны снг находится еще в предвкушении праздника у нас через 6 дней новый год мы активно готовимся то например уже в соединенных штатах америки наверное люди отсыпаются потому что вчера не отмечали католическое рождество да именно вчера ночью эти люди заполняли красно-белые носки подарками поздравляли друг друга и не спали до самого утра чтобы увидеть санта клауса который кладешь подарки под елку у меня тоже не спал с ними до самого но у нас еще все впереди осталось всего 6 дней новый год еще нам предстоит отмечать тем более что более-менее с подарками мы разобрались недавно обсуждали эту тему в одной из программ да стоит так сказать напомнить что мы сделали для того чтобы подготовиться к новому году мы сделали новогодний букет стоит рядом с нами подготовились к фотосессии научились делать фокусы ты пропустил это эти а потом покажу как из уха монетки доставать вот костюм подготовили и он что-то еще а мы еще упаковывали подарки новогодние говорит ты на фокусах не присутствовала а ты на новогодний букет это присутствовал что ли тоже не так что тебе еще нужно пока как сделать новогодний букет я вот прекрасно представляю вот приблизительно а вот как монетку из уха вытащить флориста чинающий монетку из уха вытащить лишь монетка она есть как суслик ладно предположим что ты научилась вытаскивать монетку из уха вот все таки что мы забыли у нас остался какой-то важный пункт мы забыли про генералить квартиру чью чью квартиру генералить вся как бы команда нового дня я первый команда нового дня и не что генералит не был мою не будет потому что уже на пожалуйста наши соведущие же мыли полы в студии когда передача шла у них о том что соседями делать которые затопили вот если ты в любой непонятной ситуации моешь полы какой у тебя хват правый левый как ты так сказать серединный рома ты пересмотрел хоккей это предполагаю давай уже отвлечемся от этой темы точнее мы не совсем отвлечемся потому что мы позвали сегодня в гости прекрасную блондинку в розовом которая борется в нашем городе за чистоту и порядок зовут ее александра сычева она совсем скоро к нам придет и расскажет какой район в городе самый грязный она плывала наверно уже на всех помойках города не кажется так себе анонс вот так вот витя и вата яна представила ведущую рубрики кто это сделал в программе в центре внимания так и представляю котенка берет кто это сделал только не котенка мужика который мусор выкинул не положит на месте надо посмотреть выпуск может действительно все так там и происходит новый день раскроет все тайное в общем вместе с александра сычева который придет сегодня к нам в гости скандалы и триги расследования дальше продолжать не буду потому что новый день новый новый день потому что новый день не за это за хорошее настроение и за позитивство особенно привет друзья о самых важных событиях которые произошли 25 декабря сегодня расскажет вам ваш ну и денек и я ольга отюбрина вот какие ассоциации у вас при слове юность возникают период жизни между подростковым возрастом и зрелостью значит вы не житель квартальской части ангарска юность так назывался когда-то кинотеатр который ангарчане с пением ждали в далеком 1960-ом к тому времени строительство объекта соцкульпт быта 188 портале продолжалось уже два года и видимо ошибка затянулась неоднократно назначались сроки сдачи в эксплуатацию а театр стоит недостроенный последний срок окончания работ намечен к новому году но и этот срок нереален если ознакомиться с ходом строительства штукатурка внутри здания во многих местах разбита повреждения нанесли электрики при выполнении работ по скрытой электропроводке придется снова штукатурить сетует прораб товарищ пуговкин ведущий отделочные работы но не нашла я информации когда же юность приняла первых своих зрителей но на рубеже веков кинотеатр обещал долго жить был как и многие здания того времени бойко перепрофилирован в торговый центр но если сегодня спустя десятилетия мы знаем где в ангарской юность то где дом техники располагался это наверное нужно у старожилов спросить об этом интересном объекте рассказывают журналисты 25 декабря 1959 сворачиваем с широкой московской улице по которой пролегли рельсы новой трамвайной линии при входе во двор на небольшом рекламном щите висит объявлением в доме техники строителей состоится лекция межпланетные полеты лектор инженер парахнюк на одноэтажном приземистом здании под номером 19 а вывеска дом техники ангарских строителей нет больше дома техники и старейшего в городе книжного магазина тимур нет и дома книги нет и в помещении восьмого училища на улице ленина пока не слышны студенческие голоса кстати о студентах 25 декабря 2001 учащиеся одного из учебных заведений ангарска получили свои стипендии в непривычном эквиваленте в п у 30 студентам третьего курса специальности продавцы часть стипендии все-таки выдали деньгами они пельменями да большая часть вознаграждения студентов как студент вас заверяю всегда уходила на пельмени неужели учащиеся от 30 училища недовольны остались такой пельменной стипендией тут даже можно сказать на твою же стипендию за тебя в магазин за пельмешками сбегали в общем привередливый и пошел нынче студент наверное юность не так новый день на ваших экранах продолжается сегодня мы с ромой говорим про чистоту и порядок как раз перед новогодними праздниками эта тема актуальна я вот помню на каком-то федеральном канале шла какая-то передача к сожалению точно я не помню как она называлась то по-моему что-то две блондинки против грязи сегодня у нас будет примерно то же самое две блондинки и брюнет против грязи и действительно это так вторая блондинка скоро появится у нас в студии зовут и александра сычева это ведущая рубрики кто это сделал и начнем наводить порядок надеюсь она не будет у нас тут проверять студию на наличие пыли в грязи и белых перчатках мира слоган этой рубрике ай-яй-яй а вот я бы знаешь что вот ей сказал вот проверьте пожалуйста кружки на наличие помады вот потому что постоянно вообще нет помады вообще нет вот да можно крупно да вот там где ее нет и поворачивать к себе помадой тоже не стоило бы вообще у нас в студии нет ни микробов ни пыли и не грязи и помады на кружках потому что у нас ежедневно проходит влажная уборка за что огромное спасибо женщинам нашим сотрудницам которые поддержат все статьи порядке наш павильон и нашу телекомпанию понятно тебе тетя нина тетя валя и лариса ивановна спасибо вам большое за эту чистоту так что не зря у нас в этой программе тема как встретишь новый год так и вы проведешь благодаря вам мы его проводим именно в чистоте и как говорится чистота залог здоровья и чего еще и успешного будущего почему сейчас расскажет я во всяком случае так гласит примета к шикарному столу и подаркам чистота вокруг и порядок а значит порядок в делах семье и во всем остальном это тоже своего рода обновления новый год для квартиры так сказать да и мотайте на ус такое правило нужно выбросить все старое все ненужное и освободить дом от во первых ненужных вещей и получается энергии которая его наполняла весь год чтобы дать место для новых вещей и для новой энергии самое главное чтобы эти ненужные вещи потому что заши домочадцев не искал которые вы кинули плюс это нужно задобрить приходящий год это знаешь как ждать гостя нужно подготовиться к нему и чтобы приносил хорошие известия в дом чтобы этом доме ему понравилось вот примеру тоже самое кстати чистота может приносить еще и неплохие деньги как это может быть узнаем чуть позже а пока посмотрим гороскоп на 26 декабря овен вы встретите вторую половинку глазах которой вы будете видеть любовь по понимание и обожание телец проснетесь с улыбкой день будет приятным и милым станете не стой ноги соответственно близнецы внезапно вы поймете что вам не нужен понедельник завтрак или энергетик чтобы меняться пахать и достигать успеха рак вы наконец-то на собственном опыте убедитесь что чудеса все-таки существуют лев доверие ваша не безразмерный мешок увы кое-кто до сих пор не понял дело у вас по кармическому расписанию много сюрпризов приятных и очень приятных весы мелкие крупные проблемы решили окончательно вас добить да не тут то было вы с ними жестоко расправитесь скорпион в этот день самое главное это не грузиться из-за мелочей а сконцентрироваться на самом важном стрелец поменьше агрессии улыбка решает любые конфликты тем более такая очаровательная как у вас козерог этот день принесет вашу жизнь очень большие перемены причем к лучшему водолей вы зря переживаете тот человек который вам нравится тоже испытывает к вам взаимные чувства рыбы удача будет преследовать вас абсолютно во всем что бы вы ни делали она будет крепко держать вас за руку в эфире программа новый день сегодня мы говорим о чистоте и порядке мы обещали в первой половине передачи рассказать о том как чистота может принести деньги вот только послушайте занимательная история парень зовут его ильнур ибрагимов живет он в башкирии с детства мечтал стать стоматологом и как он заработал деньги заработал он их следующим образом но для начала все по порядку он отучился суворовском училище закончил медтехникум потом поступил на факультет стоматологии на вечернее отделение и пришел в общежитие и сказал ребята давайте я вас здесь буду убирать ему позволили и вот с этого и началась история между прочим в общежитии он жил бесплатно за то что там убирался затем он устроился дворником да не в одно учреждение а в десяток днем учился вечером убирался составил специальный график себе среди его клиентов были вузы кафе аптеки то там ведником пошуршит то здесь и насущный вопрос сколько же ему за это платили до 8 с половиной тысяч за один участок и через пару лет студент уже приезжал в университет на новеньком лансере 80 тысяч за обучение платил самостоятельно закончил университет и вместе с братом он уже решил более масштабно расчищать снег на улице города между прочим они вот как нужно рассказать это происходило взяли трактор погрузчик услуги свои опубликовали в интернете с номером телефона те кто нуждался в услугах естественно им звонили работа пошла и итог этого всего какой может быть даже еще не итог он купил квартиру без ипотеки женился и вернулся обратно в медицину стал стоматологом вот так друзья на чистоте оказывается можно неплохо и заработать как это сделать показал нам достаточно наглядно ильнур ибрагимов а у нас настало время встречать нашу гостью которая любит часто задавать вопрос кто это сделал пыль я вообще ничего не придумаю пыль я ничего не придумала можем начинать игра без перчаток я надеялся вы меня конечно сидите тем как начинать надо убедиться то есть я надеялась что чисто перчатка говорит мне обратно когда пришла гость александра сычева уже не успела зайти проверила чистоту хотя рома обещал что он не будет этого делать опозорились а вообще за кадром как бы она еще с оператора пыль стерла еще и крыльцо вам буквально подняла оператора должен камеру протирать правда ведь оператор а чья саш привет расскажи насколько часто тебе приходится бывать на помойках нашего города все ли уже ты их обошла нет дела помойкам нашего города к сожалению хотя приятно осознавать что становится их меньше буквально раза четыре в неделю я выезжаю на рейдовые мероприятия посещая помойки буквально в метрах трех могу определить сколько дней этой помойки из чего она состоит и кто это сделал вот он профессионализм вообще незавидный опыт наверное но тем не менее сколько уже удалось их устранить как продвигается программе уже полгода в рубрике уже полгода и каковы успехи но есть несанкционированные свалки мы находим этих нарушителей они это все убирают они платят еще помимо того что убирает мусор штраф это не маленький штраф для физических лиц это от трех до пяти тысяч рублей юридическим лицам это около 10 тысяч рублей обходится поэтому желание мусорить вновь естественно сразу отпадает пока еще нам много что предстоит убрать но благодаря нашим неравнодушным ангарчанам которые буквально постоянно нам сообщают об этих свалках мы работаем боремся поэтому мы в пути саша твоем списке магазины какие-нибудь я представляю кафе там подвалы домов наверное еще что но я не отказываю жителям когда они обращаются по поводу своих подъездов и здесь в основном все претензии в адрес соседей и казалось бы ничего удивительного но только когда история это выходит на экран есть результат люди посмотрели на друг друга со стороны и этого уже достаточно чтобы разрешить например какой-то многолетний конфликт что же мы выбросим вот такой маленький мусор можно здесь было собрать в пакете казалось бы да мы выбросим танцузские это всего лишь сколько сколько терпеть неудобства соседям каких-либо только на 10 часов а когда планируете закончить часа через три мы закончим то есть а как наказываются люди которые ну а вот там действительно как разобраться кто это сделал здесь очень сложно иногда такой вот получается необычный маневр когда по просьбе заявителя мы приезжаем и заявитель бывает не честно руку и все разворачивается очень крайне интересно бывает такая война соседей что они буквально подкладывают друг другу под дверь разные сюрпризы и стоит это камере зафиксировать как вот проблема решена они уже начинают злиться например на нашу рубрику но и находят общий язык между собой саша от гаражные кооперативы всякие дачные кооперативы вот они наверно самый зло нарушитель да да это очень большая проблема вчера позавчера буквально вчера и позавчера я выезжала за трубами дачные кооперативы гаражные кооперативы несмотря на выпавший снег они не успокаиваются мусорят очень сильно выносят все что можно это и урожай прошлого года и все автомобильные нюансы которые уже не нужны в общем смотрим уже хотел бы задать вопрос наверное некоторые и не против бы не мусорить да у себя там дачном кооперативе гаражном ли кооперативе да но нету во первых мусорных баков да во вторых они не знают как это оформить с кем нужно заключить договор для того чтобы порядок все таки навести да да ты наверное знаешь все таки куда нужно идти чтобы договориться об установке мусорных баков да бесспорно это тоже действительно большая проблема потому что люди где-то и не хотят нарушать правила но все-таки их нарушают если это квартира то нужно разговаривать со своей управляющей компании со своей управляющей организации которая поможет вам с мусором если это гаражный кооператив то есть председатель и он заключает договор со специализированной организации которая тоже осуществляет вывоз мусора вот так это происходит но действительно иногда бывают нарушители поневоле которые выбрасывают например коробки очень крупногабаритный мусор только потому что они не знают как это правильно делать и я еще отмечу что например тот же диван крупногабаритный мусор из квартиры нельзя выносить на мусорную стоянку в своем дворе нельзя нужно заказывать специализированную организацию которая вывезет это все на полигон даже если его разобрали если вы его разобрали на много много частей на такие части но тогда это можно считать мелким мусором собрался выносить диван берешь топор и его делишь на мелкие кусочки видеть да но слава богу я с этим не сталкивалась а что касается мебельного бума да ангарчане прямо какие-то итальянцы в душе вот восемьдесят четвертом квартале за миромаксом два дивана вышли через окно такие факты у нас были какое-то время они провисели один на проводах один просто пролежал потом их убрала управляющая организация мебель складирует повсеместно это и за городом и в черте города вот какая-то у нас тяга у нас возле актиса живут какие-то продовольственные итальянцы которые у которых через окно выходит плесневелый хлеб здрасте не приземлился чуть на голову так что вот тоже тоже во внимание взять этот дом результаты действительно какие-то уже есть вот ты говоришь что люди боятся там камеры платишь штрафы уже не хочется мусорить много ли таких вот можно ли сказать что есть результат и двигаемся правильным направлением до результат есть в плане санитарной очистки но здесь какой момент людям выписывается штраф они его не спешат оплатить то есть сейчас выписаны штрафы на сумму более полумиллиона рублей а только через два года когда возможно мы подключим уже другие организации специализированные на получение долгов мы узнаем о поступлении этих денег в бюджет муниципальный пока вот так пока только выписано штрафы за за нарушение санитарного состояния за нарушение так именно где именно получается нарушает санитарное состояние например нельзя мыть машину в черте города а за это по сути есть рейды которые этих людей находят записывают им штраф да но опять же говорю есть неравнодушные горожане которые делают фотографии присылают нам там зафиксированный человек номер машины факт нарушения мы реагируем и нарушить любопытно как виновник вот таким да таким способом что нам студия пришла в белых перчатках у себя на рабочем месте тоже белых перчатках ходишь проверяешь за коллегами клавиатуру вот так вот нет этого не делал как самосохранение белых перчатках чтобы не оставлять следов да опять же и бывает просто холодно на улице иногда вот и еще в одном в одной из программ мы боролись с объявлениями которые буквально захлестнули наш город это те бумажные рекламки которые расклеиваются везде повсеместно которые испортили множество стеклянных новых остановочных павильонов вот это зло и в этих перчатках с ними боремся обклеена с вашим адресом весь город это нарушение да нарушение правил благоустройства напрямую все отклеены остановочные пункты фасады к нам за три дня обратилась более 10 ангарчан жалобами на такую рекламу что вы по этому поводу думаете а когда планировали ликвидировать всех призываем не клеить срывать запоминать обращаться к нам думаю саша несколько пар перчаток собой одни вот такие чтобы в мусоре ковыряться помогать убирать а вторые белые чтобы на дуэль вызывать этих линии но это же самое особо вьюкерте до луисовый я представляю как можно сапогом вызвать на дуэль иди сюда туфлей да а в сапогах на помойку спасибо тебе большое что пришла нам раскрыла не все но какие-то карты и секретики небольшие рассказала людям полезные вещи нас гостях был александра сучова ведущая рубрики кто это сделал программе центре внимания саж спасибо спасибо команда мотор уже прозвучала вот моя соведущая вертит головой во все стороны вместо того чтобы посмотреть в камеру ну или хотя бы повторять то что ей нужно сейчас вам сказать да какие грехи мне досталось вот это счастье ой безгрешный ты наш я вообще-то смотрю что можно перед началом нового года у нас студии какой хлам выкинуть чтобы год то лучше чтобы что-то ненужное выкинуть надо сначала купить что-нибудь ненужное ты же сам говорю что выкинуть не нужно чтобы освободить энергию чтобы энергию новую дом принести чтобы новое на место старого поставить прыгаешь другое прекрасно давно ли мы обновились у нас студия навехонькая что-то сюда выкинуть хочешь пока рома умничает я сейчас вспомнила что мы совсем забыли нарядить нормальную большую полноценную елку перед новым годом а сегодня уже 25 число да мы нарядили две маленьких вместо это вообще сделали не мы мы только помогали а вот но это не полноценно это маленько нужно восполнить вот ей между прочим обидно наверное в этот момент когда ты ее не полноценной елкой называешь вот видишь это сколько завтра общем обещаем этот пробел восполнить и елку нарядить может не совсем и конечно но наш соведущий общему коллектив программы а мы потом порадуемся как мы красиво всем коллективом и и нарядили но со стороны на это только посмотрим так что удачи нашим соведущим не колючей вам елки не бьющихся шаров так что всего вам доброго это был новый день пока